Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаево, Черкесия Вести Карачаева, 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 Черкесия Вести Карачаево, Черкесия Вести Карачаево, Черкесия Вести Карачаево, Черкесия На каждом объекте объем ремонтных работ немножечко отличается в зависимости от состояния самого почтового отделения. Где-то вошли внутренние работы и наружные работы, где-то только внутри. Но для нас самое главное, что внутренняя часть, она будет отвечать всем современным требованиям, как пожарной безопасности, так и по видеонаблюдению и по техническому наполнению, которое, конечно же, должно вылиться в какую-то пользу для населения, для людей. Для нас очень важно, что почтовое отделение дополняется новыми смыслами, новым функционалом. В Карачаевском районе в рамках нацпроекта «Экология» завершились работы по рекультивации хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника. Его накопленные за десятилетия отходы ранее представляли очень серьезный источник загрязнения окружающей среды и питьевых вод. Комментирует информацию первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Валентина Лешова. С помощью федеральной программы нам удалось все это закрыть. Здесь вы видите дамбу, которая отгораживает этот участок от реки, две нагорные канавы, которые собирают весь стоп. И я должна сказать, что мы все эти пески, отходы от горно-обогатительной фабрики, закрыли бентонитовыми матами, которые как бы под воздействием влаги, глина в бентонитовых матах, бентонитовая глина разбухает и сушит глиняным замком. Все это удалось рекультивировать, выдавить эту всю воду, перекачать ее на хвостохранилище второй очереди, закрыть это хвостохранилище. Там тоже целый пирог, это капиллярно-разрывной слой, который там 80 сантиметров. Потом геосинтетическая мембрана, которая не позволяет проникать в воде и как бы замачивать вот эти все хвосты, которые остались. Дальше слой глины почти 50 сантиметров и плюс еще 20 сантиметров трудородного слоя, тоже засеяли травой. Детскую библиотеку имени Сергея Никулина обновят к столетию Карачаевой Черкесии. Будут заменены деревянные окна, обновлены стены, полы, потолки и обновлен фасад. На сегодняшний день уже проведены основные строительные работы. В целом, ремонтные работы планируется завершить к сентябрю текущего года. В рамках национального проекта «Культура» в регионе построены две школы искусств – в Ауле Псыш и Черкеске. Первый физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен в Ауле Учкулан по нацпроекту «Демография» в текущем году. Здание ФОКО будет первым подобного рода объектом в Ауле, который преобразит общий архитектурный стиль поселения. Оно будет состоять из двух этажей. На первом этаже – зал для нескольких видов спорта. На втором этаже обустроят тренажерный зал, раздевалки, душевые, санузлы и административные помещения. Пропускная способность спортивного объекта составит 50 человек. На сегодняшний день проводится подготовка свай для дальнейшей установки металлоконструкции. Завершение строительства намечено на конец года. Более ста участников из регионов СКФО примут участие в Северокавказском форуме «Махар-2022», который начнет свою работу 9 августа. Он посвящен столетию Карачаева-Черкесии. Каждый представитель молодежи от 18 до 35 лет может подать заявку на участие. Министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов рассказал о целях и задачах молодежного форума. В рамках реализации форума будет реализовано три направления программы. Это образовательная программа, горно-пешеходная и творческая программа, а также, помимо этого, спортивная. Почему выбрано сразу несколько направлений? По той причине, чтобы охватить и наполнить форум теми направлениями деятельности, которые на сегодняшний день являются востребованными и необходимыми в рамках реализации северокавказских окружных или федеральных форумных мероприятий. Следует отметить, что в рамках реализации грантового конкурса имеется 15 номинаций. Данные номинации представлены на сайте grant.myrosmo.ru Федерального агентства по делам молодежи. Вместо с Карачаево-Черкесским государственным университетом в этом году с министерством проведена большая работа в части улучшения материально-технической инфраструктуры базы МАХАР Карачаево-Черкесского государственного университета. При этом на сегодняшний день с одним из провайдеров достигнута договоренность о том, что они предоставят на территории проведения форума качественный высокороскоростной интернет. Понятно, что телефонная связь категории GSN там работать не будет, функционировать не будет, но на сегодняшний день у всех есть и социальные мессенджеры, и социальные сети, посредством которых они могут общаться со своими родными, близкими, друзьями, товарищами и так далее. В детских садах Черкеска активно готовится к приему детей, которые вернутся в свои группы после летних каникул. Воспитатели и средний персонал проводят влажную уборку помещений, очищают от аллергенных сорняков игровые площадки. А мониторинговая группа при Общественной палате Республики проверяет, в каком состоянии находятся недавно отстроенные ясельные корпуса. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Республики Елена Лешова. Действительно ли подрядчики, выполнив все свои работы, обязательно построили качественные здания? Есть ли у заведующих детских садов претензии к постройкам? Насколько комфортно, соответственно, маленьким детям здесь были ли претензии у родителей? Вот задача, соответственно, которая поставлена была у представителей Общественной палаты, комиссии, которая отправилась в мониторинг. Мы поговорили о гарантийном сроке, при нас же по телефону с подрядчиком была связь, и подрядчик завтра же будет это устранять. То есть те замечания, которые мы показали, небольшие замечания, да, они были, но они будут сейчас, соответственно, исправляться. Вот в этом и задача, чтобы выявленные замечания тут же принимались решения, к их исполнению уже с 1 августа начинают работать. В рамках празднования столетия Карачаевой Черкесии в Черкесске прошел фестиваль кавказской кухни «Кунак-2022». Для гостей была организована бесплатная дегустация блюд аутентичной кавказской кухни от именитых поваров, включая профессионалов мирового уровня. Таким образом, повара готовили крупногабаритные блюда, чтобы их могли отведать все желающие. На фестивале были представлены азербайджанская, армянская, дагестанская, ингушская, адгейская, северостинская, чеченская и уральская кухни, а также кухни народов Карачаевой Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья. В рамках фестиваля о вознаменовании многофековой дружбы народов Большого Кавказа прошла торжественная церемония закладки капсулы времени с рецептами аутентичной кухни народов Кавказа для вскрытия потомками через 50 лет. Комментирует информацию руководитель Комитета по развитию туризма в Северокавказском федеральном округе Общенационального союза индустрии гостеприимства Анзор-Ямтыль. Гастрономический туризм, гастротуризм – это растущий мировой тренд, в котором Северный Кавказ, безусловно, может смело претендовать на место в лидерском составе. Убежден, что богатство и многообразие культур Кавказа поразит даже самого искусственного дегустатора. Выражаю уверенность, что подобные мероприятия будут способны к развитию туризма не только в Карачаево-Черкесской республике, но и по всему Северному Кавказу. Всероссийский фестиваль фольклора «На веки с России» прошел в Карачаево-Черкесии. В региональную столицу съехались национальные коллективы и самобытные мастера декоративно-прикладного искусства со всего Северного Кавказа и других регионов страны. Фестиваль открылся в выступлении фольклорных коллективов. Уникальные аутентичные номера показали артисты Народного ансамбля Ставропольского края «Молодушки», хореографического ансамбля из Ингушетии «Ангушт», Народного ансамбля песни «Подружка» из Волгоградской области, артисты ансамбля танца «Северная сеть Алания» и «Лхот» и другие. Далее праздничная программа продолжилась ярмаркой талантов. Мастера декоративно-прикладного искусства подготовили выставку, где не только представили разнообразные поделки, но и показали всем мастер-классы по их изготовлению. На базе Национального парка «Кисловодский» в питьевом зале Нарзаной галереи прошло открытие выставки звездного фотографа Ольги Бабенко, посвященной карачаевской породе лошадей. Помимо этого, для посетителей выставки был организован просмотр двух документальных фильмов о карачаевской лошади. Выставка открыта для посетителей до конца августа. Комментирует информацию начальник отдела экологического просвещения Национального парка «Кисловодский» Виктория Юферева. Наша выставка, она комплексная. Это не только эстетика такой замечательной породы карачаевской лошади. Это, конечно, еще очень важный рассказ о происхождении породы, о происхождении верховой езды, о происхождении коневодства, об истории его непростого развития. Поэтому выставка у нас, на мой взгляд, получилась очень интересной, насыщенной. И мы приглашаем всех посетителей к нам в Национальном парке «Кисловодский». В столице Карачаево-Черкесии прошли мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий под названием «Безопасный перекресток». Сотрудники ГИБДД напомнили водителям, что перекресток – это место повышенной опасности, которое требует особого внимания и строгого соблюдения правил очередности проезда. В ходе мероприятий водителям вручили информационные листовки по правилам проезда перекрестков, а также использование средств пассивной защиты и детских удерживающих устройств, которые в случае дорожно-транспортных происшествий помогают снизить тяжесть последствий. 25 июля этого года вступили в силу поправки, которые ужесточили наказание за повторные вождения после лишения прав, введены высокие штрафы, уголовные наказания и конфискация машин. Подробности сообщила Государственный инспектор Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гугушева. Так, статья 12 прим. 7 КОАП РФ Управление транспортным средством водителям, не имеющим права управления транспортным средством, дополнено частью 4, согласно которой повторное совершение административного правонарушения, выразившееся в управлении транспортным средством водителям, лишенным права управления им, если такое деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Кроме того, федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введена новая статья, статья 264 прим. 3, в которой устанавливается ответственность за управление автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление транспортным средством по части 4 статьи 12 прим. 7 КОАП РФ. То есть наказание будет применяться для тех водителей, которые уже два раза привлекались к ответственности в части лишения права управления транспортными средствами. Республиканский Карачаевский драматический театр в рамках подготовки к новому сезону поставил детский спектакль «Честное слово». Под руководством режиссера из Кабардино-Балкарии Магомеда Атмурзаева труппа освоила постановку всего за 10 дней. Постановка нового спектакля прошла в Доме культуры села Чапаевского. Коллектив молодцы. Они вот первые 2-3 дня как бы сопротивлялись, они не привыкли. Ну, потом потихоньку, знаете, все сухо, все-все выспели. Все-таки я новый режиссер, приедет ко мне другой режиссер. Я очень часто на себя приглашаю режиссеров, потому что актеры очень многое берут от новых веяний, новых режиссеров. А это обогащает, очень сильно обогащает творческий коллектив и театр ЦО. Порядка 200 лучших спортсменов со всего Северокавказского и Южного федеральных округов приняли участие в открытом турнире по Панкратиону, прошедшем в рамках фестиваля боевых искусств в Черкесске. Первое место на состязаниях, приуроченных к столетию республики, занял бойцовский клуб «Кузня» из Краснодарского края. На втором месте спортивный клуб «Малгобек» из Ингушетии. Третье место заняли спортсмены бойцовского клуба «Вольфман» из Карачаева, Черкесии. Кроме того, приз за лучшую технику получил неоспоримый чемпион из Карачаева, Черкесии Амаль Агиров. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама. Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. Ноль плюс. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!